Главное событие для духовной и образовательной Одессы. Наш город посетил митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Владыка прибыл по приглашению почетного гражданина города Одессы и Одесской области, инициатора создания Международной академической школы Одесса Сергея Кивалова, чтобы вместе с митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом осветить храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который выполняет благую миссию при школе, а также осветить само образовательное учреждение. Свидетелями исторического события стали корреспонденты телеканала «Репортер». Митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия встречала вся православная Одесса. Благодарные прихожане храмов Одесской епархии, дети и все одесситы, которые увидели первую в Одессе школу, построенную с нуля. Право открыть уникальное общеобразовательное учреждение создатель Международной академической школы Одесса Сергей Кивалов предоставил блаженшему владыке Ануфрию, вручив его блаженству символический золотой ключ. Праздник светлый, день престольный, помолиться вместе с вами, то награда нам, владыка, посланная небесами. Хлеб и соль от нас примите, по евангельскому слову жить вы нас благословите, сохранить Христа основы. Чтоб любили своих ближних, нашу веру сохраняем, и апостола Иоанна в сердце вечно прославляем. Оживает храм душой, приглашаем в дом родной, просим школу нам открыть и всех нас благословить. Давайте, три, четыре! При входе в Международную академическую школу Одесса, блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Ануфрий и высокопреосвященнейший митрополит одесский и измаильский Агафангел остановились у Иверской иконы Божьей Матери, которая была перенесена из храма святой мученицы Татьяны и была написана специально для одесских прихожан на святой горе Афон. И еще по дороге в храм Иоанна Богослова митрополит Ануфрий имел возможность оценить все достоинства современного образовательного учреждения. У каждого есть своя карта, и родители по программе видят ребенок, когда зашел в школу и когда вышел со школы. Чин освящения храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Ануфрий совершал сослужение высокопреосвященнейшего митрополита одесского и измаильского Агафангела и архиереев Украинской Православной Церкви. В этот праздничный день для всех верующих храм Иоанна Богослова не мог уместить всех желающих. Поэтому, чтобы все прихожане могли наблюдать за чином освящения и принимать участие в богослужении, во дворе Международной Академической Школы Одесса было выведено несколько больших экранов с прямой видеотрансляцией. Музыка Испытывая большой духовный подъем, десятки прихожан причастились в день освящения нового храма в Одессе. Своими впечатлениями поделился создатель храма и школы будущего Сергей Кивалов. Вот первые минуты после освящения, еще не завершился процесс освящения храма. Это действительно событие историческое. Это не только событие для Одессы, для нашей школы. Самые маленькие, первый раз вот здесь они встали, ручки сложили для того, чтобы причаститься. Они готовились к этому празднику. И прихожане готовились к этому празднику для того, чтобы сегодня прийти и порадоваться. Начало грандиозному проекту было положено больше шести лет назад. Экономический и политический кризис, военные действия в стране, безразличие власти. Строительство школы шло в очень непростые времена. Сегодня создатель этого храма и школы будущего вспоминает знаковые этапы возведения объектов. Закладка первого камня, освящение места строительства митрополитом одесским и измаильским агафангелом, возведение креста и установка колоколов. Это был упорный ежедневный труд. Теперь же освящение храма Иоанна Богослова и начало образовательного процесса в школе будущего должны стать символами положительных перемен и в городе, и в стране. Мы заложили строительство храма и строительство школы в самое тяжелое для Украины и для всех православных времен. Это было 14-й год, это была революция. Именно в это самое тяжелое время мы приступили к строительству школы и строительству храма. И вы видите, в ту минуту сказали, что здесь будет одному и второму храму. Здесь будет построена школа будущего. С особым воодушевлением прихожане выслушали архипастерское слово митрополита Ануфрия. В школе, которую построил Сергей Васильевич Кивалов, построен храм в честь апостола Иоанна Богослова. Он является покровителем тех людей, кто ищет разумных знаний. И мы верим, что апостол Иоанн Богослов будет помогать всем. Особенно тем, кто будет приходить в этот храм, будет обращаться к нему с сокровенной тайной молитвой. Кто будет стараться, хотя бы немножечко уподобляться апостолу в его верности к Богу, в его любви к Богу и к людям. И мы хотим поблагодарить еще раз Сергея Васильевича, всех, кто был рядом с вами, кто вам помогал, сотрудничал с вами. Владыку Агафанга, который благословил эти труды. Тут был пустырь, пустое место. И за короткое время, за 6 лет, вырос такой красивый комплекс, такой прекрасный храм построен здесь. Это говорит о том, что тут были приложены труды, многие труды, но здесь было Божие благословения. По окончании праздничной службы в честь освящения храма, митрополит Ануфрий вручил почетному гражданину города Одессы и Одесской области, президенту Международной академической школы Одесса, награду Украинской православной церкви, орден архистратига Михаила. Кивалов Сергей Васильевич нагороджуется орденом Украинской православной церкви, архистратига Божия Михаила. Онуфрий, митрополит Киевской всей Украины, предстоятель Украинской православной церкви. «Аксиос, аксиос, 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 аксиос». «Эта школа построена для самых маленьких. Эта школа будет и храм будет служить духовному воспитанию подрастающего поколения. Это нам сегодня очень важно. Я считаю, что мы пережили критические времена. Пережили, потому что сегодня светлая радость. Мы пережили, потому что сегодня мы имеем счастье принимать ваше блаженство и сегодня искренне радоваться тому, что произошло. Примите самые искренние поздравления с этим. И мы приготовили вам благодарственную грамоту с вашим вербом. И здесь написано, что мы думаем о вашем приезде. Спасибо вам большое, глубоко уважаемые. Спасибо. Президент Международной академической школы Одесса поблагодарил всех, кто на разных этапах принимал активное участие в строительстве школы будущего. Помощников и друзей было гораздо меньше, чем критиканов и пустословов. Однако сила добрых дел оказалась куда весомее. Мы глубоко благодарны Сергею Васильевичу за те труды, которые он предпринял именно в строительстве храма. Вы знаете, что сегодня по всем смертным расценкам нигде не включается храм. И чтобы построить храм, надо изыскать какие-то материальные средства, возможности, чтобы это совершить. И он, Бог его одарил такой мудростью, таким талантом, что он смог найти эти трудные, сложные времена, смог найти возможности построить и тот храм святой мученицы Татьяны, и храм, который мы сегодня освятили. И заложили храм в честь Сергия Радонежского в Киеве, в Институте интеллектуальной собственности и права. Мы благодарны Сергею Васильевичу и желаем ему, чтобы он не только завершил тот храм, который заложил в Киеве, чтобы он еще построил много храмов, Бог ему дал все. И он будет строить и будет создать храмы. Это то, что украшает и землю, и делает и людей благородными, и благородные те люди, которые строят храмы. Ваше блаженство, примите самые искренние благодарности за все, что вы сделали. Я хочу особые слова сказать в отношении митрополита Одесского-Измаильского Агафангела, который на каждом этапе строительства этого комплекса освящал и помогал, и своими трудами, и заботами делал все для того, чтобы этот храм сегодня мы смогли освятить. Самые искренние слава и благодарности вам, ваше блаженство, вам, Владыка, за все то, что сегодня мы сделали. Мы счастливы. Храм – это место встретить человека с Богом друг с другом. Это особое место присутствия в благодати Божией. Многие трудились с ним, и сегодня труд вознагражден прежде всего благословением Божьим. Мы жили все на этих храмах, отныне будут встречать милости мира. Каждый, кто, как апостол, пал и целый, имя Петра Пятицентницы, каждый, кто призовет имя Господня, спасется. Я думаю, спасение дома этому, спасение всем тем, спасение Сергея Васильевича, который поставил уже третий храм здесь, мученица Тяны. И храмы – это, каждый храм – это благословение Божие. Чем больше благословение Божие, тем больше надежды, как Господь с нами. Спасибо вам, Ваше блаженство, низким поклонам, от ладуситов, от мископата, наших векариев, от всего духовенства, от народа Божьего, награды крестовой. Спасибо вам, Сергей Васильевич, о том, что вы помните меня, о том, что мы вместе освящаем, совершаем закладки, храмы, монастыри. Это радует нас, потому что мы живем одной жизнью. У нас одни мысли и желания, чтобы город процветал, чтобы люди становились чище, добрее и чтобы радость была совершенна. Я желаю это радость и вам, Наталье Николаевне, Татьяне, Васильевне и всем вашим внукам и детям. Храни вас Господь на многое лето. Храм Иоанна Богослова получил свою духовную жизнь, то сердцебиение, которое несколько лет ожидалось прихожанами. Этого события мы очень ждали и рады, что ко всему этому приложил свою руку Сергей Васильевич Кивалов. И мы надеемся и верим, что после этого освящения действительно он станет той сионской горницей, в которой пребывали ученики Христовые, для того, чтобы получить благодать, получить любовь, умиротворение и ту радостную весть о Слове Божьем. Потому что каждый ребенок, обучающийся в этой школе, нуждается в этом. И мы надеемся, уповаем, доверяя Господу Богу, что так оно и будет. Храм просто прекрасный. Как красиво сделано. Мне кажется, наверное, самый красивый храм в новом городе. Один из лучших храмов. Дай Бог, чтобы здесь всегда была молитва, относилась к Господу, такая, как должна относиться. Здесь было побольше прихожан. И ты будешь священникам здесь нести свой долг, выполнять достойно. Затем митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий осветил помещение Международной академической школы Одесса, которое насчитывают 22 тысячи квадратных метров. Почетные гости посетили один из факультативных уроков – христианская этика. Дети с большим интересом и вниманием слушали наставления и благословения митрополита Ануфрия. Освящение имеет огромное значение для всех причастных к строительству учебного заведения. У православных христиан ни одно дело не начинается без благословения Божьего. И это особенно важно, если речь идет о школе, в которой закладывается фундамент личности. Школа будущего включает в себя не только учебные корпуса, но и киноконцерт-холл, танцевальный зал, школьное кафе и крытый спортивный комплекс с двумя бассейнами. Не видя, не приходилось такое видеть. Первый раз? Мы первый раз вижу такую красоту сделанную. И все для детей очень впечатлено, приятно и радостно, что заботятся это так и дети. Дети – это наше мебутное. Это то, что мы должны вкладывать в свои силы, моральные, физические средства. Это самые лучшие вложения для человека, которые вкладывают детей. Потому что дети потом воздадут столице добром, вниманием, любовью. Я думаю, что воспитанники этой школы будут продолжателями Сергея Васильевича его подвиги служения детям, служения стране. Они будут хорошими гражданами, хорошими специалистами, профессионалами. И они построят это только начало, а продолжение будет. Мы это делали искренне. Не зря Владыка Агафангел назвал эту школу – школу будущего. И мы все повторяем за Владыкой, говорим, что это школа будущего. Сергеем Киваловым и командой его однодумцев было многое сделано для того, чтобы Международная академическая школа Одесса стала центром духовного, культурного и нравственного воспитания. Почетные гости праздника особо отметили вклад Сергея Кивалова в сохранение духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Желаю всем здоровья, спасения, успехов в жизни, всех добрых делах, начинания. Желаю, чтобы в восстановлении Божьей ради мудрения, святого Иоанна, апостола Иоанна Иоанна Богослова всегда было с нами. Пусть Бог хранит всех нас. С праздником! Еще раз хочу поблагодарить нашего предстоятеля, который прибыл в Одесскую митрополию для того, чтобы быть с вами, с молодежью, с студенчеством, преподать вам благословение, чтобы вы получили, приучили себя к правилу, чтобы каждый из вас всегда помнил, что Господь с нами и Господь с теми, кто с ним. И пусть благодать Духа Святая, которая сошла сегодня на храм и на этом месте, всегда благословляет вас, радая и утешая. Вот эта благодать Господня, которая идет через Блаженнейшего, она оставалась на многие-многие годы. Дай Бог, чтобы наш город, город-герой Одесса, на многие-многие годы был спокойным, чтобы все прихожане, которые выбрали тот или иной храм, приходили, молились за себя, за свою семью. Образовательный процесс в школе поставлен так, что охватывает всестороннее развитие маленьких одесситов. Наряду с классическими науками в образовательном учреждении на факультативной основе преподается закон Божий. Ученики школы будущего довольны своим местом учебы. Ну там нам объясняют, говорят про Бога, как наша история была. У нас христианская этика раз в неделю, нам там показывают разные видео интересные, и к нам приходит батюшка и рассказывает там много всего. Мне очень нравится школа, тут очень хорошо учиться, очень добрые учителя, и мой любимый предмет, ну можно даже сказать, математика. Школа строилась быстрыми темпами, и на сегодняшний день мы видим с вами не только красивое здание, но современное, оснащенное учреждение учебное, которому с удовольствием учатся дети, работают учителя. Инициатор создания Международной академической школы Одесса вспоминает, как 15 лет назад была воплощена в жизнь идея, как решились на строительство первой и единственной в Украине студенческой церкви святой мученицы Татьяны при Национальном университете Одесская юридическая академия. Тогда пришлось отбивать шквал критики, как собственно и при строительстве Международной академической школы Одесса, и ее храмов. Но созидающих людей это не остановило. Храмы всегда полны прихожан. Там постоянно совершаются божественные литургии. Туда приходят молодежь и пожилые люди. Там работают воскресные школы для малышей. Освящение храма – это на века. Это воистину эпохальное событие, которое навсегда впишется в скрижали истории города Одессы и Украины. И даже когда, не дай Бог, наши храмы разрушаются, тем не менее ангел-хранитель навсегда остается на этом святом месте. И когда происходит воссозидание святыни, то она восстает в прежнем своем величии. Мы молимся о здравии раба Божия Сергия, Сергея Васильевича Кивалова, о его сподвижниках, об этом огромном коллективе. Владыка Ануфрий приехал не один, а с сонном видных иерархов. Во-первых, это Владыка Антоний, митрополит Броварской, управляющий делами всей Украинской Православной Церкви. Это ректор самой высшей духовной школы нашей Украинской Православной Церкви, епископ Сильвестр. Кстати, между прочим, выходец из нашего города, наш с вами земляк. И вот этот славный сон иерархов сегодня совершает освящение. Этого прекрасного храма, который лежит в основании этой школы, построенной Сергеем Васильевичем. Недавно в Киеве был заложен новый храм. В честь преподобного Сергия Радонежского на территории Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета Одесская юридическая академия. Историческое событие. Первый в Киеве храм за многие годы. Также посетил блаженнейший митрополит киевский и всея Украины Ануфрий. В то же время присутствующие на празднике освящения храма Иоанна Богослова в Международной академической школе Одесса также отметили важность и символичность события. Одесситы будущего получают знания в школе будущего, получив благословение митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Я думаю, что это поистине историческое замечательное событие. И это даст новый старт такой духовной замечательной жизни в нашем городе. И вы видите, как многие тысячи прихожан, которые приезжают в наш город, которые хотят увидеть приезд нашего владыки. И более того, после этого он едет в Национальный университет Одесской юридической академии, где ему будет присвоено почетное звание доктора Ханориус Каус нашего университета. Их не так много. Я думаю, что это все, конечно, даст новый старт жизни и наших университетов, и нашего города, и нашей области. Храмы строят люди, которые имеют духовность в душе. И наш руководитель, Сергей Васильевич, сегодня уже это третий его храм, который он построил. И я думаю, что Сергей Васильевич войдет в историю нашего города, нашего государства. Одесситы давным-давно ждали, что в школе появится, наконец-то, не очередная высотка, а социальный объект школы, потому что здесь очень густонаселенный район. И для жителей это большая проблема, где будут учиться ее деды. И современная школа, школа будущая распахнула свои двери. И, конечно же, это событие не осталось незамеченным со стороны всей Украины. И именно митрополит Ануфрий сегодня приехал в Международную академическую школу для освящения Нижнего храма Иоанна Богослова. И вы можете посмотреть, так же, как и на открытии, тысячи одесситов собрались, чтобы с нами вместе отпраздновать открытие школ. Так же на освящение тысячи одесситов пришли поддержать Международную академическую школу города Одессы, поддержать митрополита Ануфрий. Я вообще считаю, что общество должно идти по пути, прежде всего, развития духовности, образования, культуры. Когда это все будет, тогда уже экономика сама собой потянется. Поэтому это огромное вложение в будущее. Если вот так каждый будет поступать, как Сергей Васильевич Кивалов, то очень быстро начнет меняться общество. В принципе, я ничего равного не вижу в нашем городе, по крайней мере, потому что это... Ну, сегодня закрываются детские сады, школы превращаются в какие-то... Храмов очень мало строится православных. Вот, а здесь, ну, я считаю, это великое дело сделано. Это только один из многочисленных шагов, который сделал Кивалов. Все лучшие технологии, все лучшие решения, которые были возможны реализовать для того, чтобы создать максимально комфортные, удобные и креативные условия для обучения детей, здесь созданы. Да, здесь есть все для того, чтобы дети, как гармоничные личности, люди будущего, могли бы и учиться, получать качественное образование, физически быть крепкими. Это школа будущего, аналогом которой нету в Украине и вряд ли в ближайшее время появится. И сегодня именно такими делами нужно показывать свою преданность городу. Именно так делает почетный гражданин города Сергей Васильевич Кивалов. А вот благодаря таким благим делам, благодаря таким конкретным усилиям, которые можно увидеть, мы будем вместе строить успешное будущее нашего славного города-героя Одессы. Событие вдвойне праздничное, и не только для православной общественности, но и для вообще сферы образования городской, областной, я бы даже сказал всеукраинской, потому что школа, которая не имеет себе равных на просторах Украины, сегодня принимает высокого гостя. Приезд главы церкви – это особая дата будет в истории этой школы. Вдвойне символично, что сегодня православная общественность отвечает День Иоанна Богослова, поэтому я думаю, что и для школьников, и для студентов, и для всех тех, кто посещает церковь, это такое значимое событие, которое навсегда уже будет вписано в историю Международной академической школы Одессы. Конечно, приезд блаженнейшего Ануфрия в Одессу – это серьезное событие. Вы знаете, Украина – большая страна, епархий много, и не каждому удается уделить такое внимание. Его внимание показывает как раз ценность нашего города, значимость нашего города, значимость этой школы, открытие храма. Все в совокупности показывает, что за всем этим стоит серьезный человек, умный человек, по своей сути – Созидатель. Союз науки и духовности – залог процветающей, грамотной, духовно образованной страны. День открытия храма Иоанна Богослова, и это не случайно, что праздник стал в этот день, в день Иоанна Богослова, открытие такого храма в Международной школе Одессы. Знаете, для многих прихожан этого города это большой праздник, потому что действительно появился еще один храм. Я вам хочу сказать, что за последние десятилетия в городе Одессе не открывались новые храмы, и для нас это большой праздник, что мы имеем возможность прийти в этот храм, помолиться все вместе. Я думаю, что очень трудно переоценить в это все вклад Сергея Васильевича, который построил не только учебные высшие заведения, он построил еще и храмы. И вы знаете, несмотря на то, что вокруг всех этих событий и говорят, и препятствуют, и я думаю, что все-таки Сергей Васильевич помогает Бог, потому что глядя на это все, очень трудно понять, как можно человеческими силами без Божьей помощи это все сделать. Внутри меня преобладают невероятные чувства, потому что сегодня очень знаковое и важное событие не только для города Одессы, а для Украины в целом. Это очень важно в наши дни объединять людей. Боженнейший Ануфрий подчеркнул, что более шести лет строилась эта школа, и, конечно, очень было много всяких процессов, но самое главное, что по молитвам, по благословению митрополита Агафангела Одесского-Измаильского все это все равно шло легко, уверенно. Очень хорошо, это просто необходимо для того, чтобы в православном городе, таком как Одессе, где столько много храмов, что существует такая, открылась такая школа, которая будет давать возможность изучать православие прежде всего и пополнять ряды православных. Я благодарна Сергею Васильевичу, потому что, насколько мы знаем, это был очень непростой процесс, и сейчас немало проходит таких нападков в отношении этой школы. Я всегда радуюсь тому, что Сергей Васильевич открывает новые учебные заведения. Люди будут верить в Бога, люди будут верить в жизнь. И уникально, что сегодня открывается такая школа будущего, а в Одессе это, наверное, большой-большой праздник. Особенным этот день выдался и для тех, кто носит имя Иван. Юноши-мужчины одними из первых пришли на праздничную службу, которая совершалась в храме Иоанна Богослова. Для меня очень символично то, что в сегодняшний день открывается храм моего имени Иоанна Богослова. Для меня действительно это очень важный день. Для города Одесса это действительно важное событие. Для всех людей, которые проживают, для приезжих. Особенно для меня, так как церковь не освящается. В честь Ивана Богослова. Меня зовут Иван, поэтому я рад здесь присутствовать. Прихожане, которые находились внутри храма, и те, которые наблюдали за службой с экранов, испытывали одинаковые эмоции. Это радость. Долгожданное событие свершилось. Все прекрасно. Все прекрасно. Дай Бог, чтобы так вот наш город просветал, и побольше таких было Сергея Ватильевского. Мы всегда ощущаем такую духовную радость, когда сюда спешим по воскресеньям на литургию божественную. Видела школу внутри. Очень красиво. Я думаю, что детям здесь учиться будет приятно, интересно. Все сделано так вот, с комфортом, на высшем уровне. Мы очень рады, что сам митрополит Ануфрий к нам приехал. Это такая радость, это такое счастье. Такое освящение. Столько людей, деточки. Это просто необыкновенно. Для нас в Одессе это просто необыкновенный праздник. Мне кажется, что особенно в молодых людях невероятно важно основание и некая внутренняя точка опоры. Дети каждый день, когда будут приезжать в такую школу, это уже определенный внутренний настрой. Такого рода школы в Одессе еще не было. И иметь возможность своего ребенка отправить в такую школу, мне кажется, это действительно огромный вклад. Для детей очень важно расти в каком-то правильном духе. Тем более, что само здание очень красиво настраивает на верный лад. По окончании праздничного богослужения в храме Иоанна Богослова и освящения Международной академической школы Одесса всех прихожан и гостей исторического события на площади перед духовно-образовательным комплексом ждали концерт и угощения. Этот день Одесса запомнит надолго.